Таких людей действительно единицы, которые могут противостоять, не сломаться и продолжать борьбу. Год в тюрьме чалился, прозвучала фраза. Это означает, что там в Хабаровске, когда он, Чапрунов, начал свою борьбу с дальневосточным общаком, в общак входило 15, как сейчас выясняется, представителей силовых структур. С бандитами были связаны прокурорские работники, полицейские работники ФСБ. 15 человек доказано. Подполковника в тюрьму отправили. Он год просидел в СИЗО, он доказал, что он невиновен. Он вышел, не сломался, с гордо поднятой головой. Ему дали госохрану и перевели в Ростов. Я еще хочу сказать, что он в Хабаровске под госохраной, с автоматчиками. Ну вот таких людей единицы действительно. А уж что касается охраны, ну это, по-моему, просто, что называется, аксиома. В Хабаровске была охрана у Чапрунова, а в Ростове не было. А, такие люди, которые вообще находятся напередом охраны. Даже после появления этой пленки и стенограммы в газете охрану ему не дают. Единственная слабость, которая у него была, байкерство. И Чапрунов тренировался, выезжал неоднократно на трассу по воскресеньям. Права на машину у него были давно, много лет у него, огромный водительский стаж. На самом деле я связывалась с представителями байкерского клуба местного. Они говорили, что он был профессионалом. Так и вы слоняетесь к версии убийства? За две недели до убийства мы им опубликовали эту запись. Через две недели он погиб. Там была смычка криминала с правоохранителями продажными. Не исключаю, что здесь точно так же были люди-кроты. И поэтому, как вновь пришедший человек, который начал там зачистку, они, конечно, испугались, что повторится Дальний Восток. Уже ни одного законника в Ростове нет, мы слышим. Да. То есть, вораб закон. Но очень обидно и печально, что мафия доказала, что она слово держит. Вот тот процесс, который Путин начал, он, конечно, не завершен. То есть, получается, что, что бы мы ни делали, вот я знаю, что меня хотят убить. По большому счету, если будет очень нужно, если не будет предпринято специальных мер... Убьют, невзирая ни на какую газету. Но системные проблемы с конца 80-х годов еще не решены. Ведь если бы эта сходка не существовала вообще, ну, скажем так, при позднем Сталине, все сходки-то прекратились воров в законе. Максим Ильич, при Сталине воров в законе не сажали. Я хочу заметить, тем это мало кто говорит. Кого угодно сажали, но только не воров в законе. А не потому и в дедов-то все превратились, что никто воров в законе не трогал. Потому что были некие правила игры. Ну, и сами воры были другие. То есть, не убей мента, главное правило. Не убьешь мента, не посадишь. Они жили по своим понятиям. Они не имели права иметь имущество. И сегодня совсем это другие люди. Воры. Конечно. Но то был подохарный, то не был. Хабаровский был в Ростове. Ну, уже в Ростове, да. И ни одного, еще раз скажем, законника в Ростове не осталось. Но бывают случаи, когда единственное, на кого можно надеяться, на журналистов. Олег, в этой записи мы получили, мы журналисты, подтверждение тому, о чем момент истины, говорил многократно. И я вынужден вернуться к этой теме, потому что в этой записи прозвучало слово «коммунисты». Да. Как раз один из участников сходки говорит, что авторитеты вложились в то, чтобы эти люди все-таки оказались на свободе. Они потратили немалые суммы на развал уголовных дел. По моим данным, сумма составляла около 500 миллионов. 500 миллионов рублей? Да. 300 было один такой разовый, самый крупный транш. КОНЕЦ